Из Киева микроавтобус Юлия Тимошенко выехал в 8 утра. Ближе к полудню возле Качановской колонии в Харькове собираются журналисты. Сюда привозят автобусы с бойцами Беркута. Микроавтобус, в котором везут экс-премьера в сопровождении милиции, въезжает на территорию колонии спустя полтора часа. Юлию Тимошенко доставили в Качановскую исправительную колонию в половине второго. Микроавтобусу следственно арестованной сопровождали четыре автомобиля. Спустя полчаса активисты партии «Батькивщина» собрались на акцию протеста возле колонии. Около полусотни соратников Тимошенко требуют освободить их лидера. Люди объясняют о переводе экс-премьера в Качановскую колонию и узнали из новостей. Уверяют, не оставят главу своей партии в одиночку. Она член нашего коллектива, она наш лидер, она член каждой нашей семьи, которая здесь присутствует. И она будет за нашим праздничным столом. И мы будем вместе с ней, если она находится за этими стенами, то же самое 31 декабря. Мы вместе с ней будем встречать Новый год. Юра, мы с тобой! Сотрудники Качановской исправительной колонии рассказывают, на вопросы здоровья Тимошенко ответила – устала с дороги. Говорят, к приезду экс-премьера специально не готовились. Правда, за несколько часов до её приезда вокруг колонии убирают территорию и засыпают щебенем яму на дороге. Следственно арестованную поместили во временный следственный изолятор. Её камера рассчитана на семь человек. Но пока у Тимошенко только одна соседка. Общая площадь этой камеры 37,5 квадратных метра. Жилая площадь 31 метр. Там находится отдельный санузел, где туалет, унитаз, биде, умывальник. Также есть душевая кабинка отдельно. Новый год Юлия Тимошенко проведёт в своей камере. Следственно арестованной обещают улучшенное меню. А соратники уверяют – праздники не остановят их. Они будут постоянно выходить на акции протеста. Ксения Бай, Иван Наконечный, Медиагруппа «Объектив».